Друзья, всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна и вы на канале школы астрологии Ашвини. Сегодня у нас совсем не радостная тема. Мы будем смотреть гороскоп России и вообще гороскоп одного события, не только российского, которое я уже наблюдаю в гороскопах разных стран с 2016 года. Так как оно было достаточно далеко, я особо не касалась этой темы. Сейчас я хочу все-таки это событие обозреть вместе с вами и рассмотреть его из гороскопов разных стран. С одной стороны, чтобы вы имели возможность подготовиться. С другой стороны, для того, чтобы вы не делали каких-то, может быть, рискованных вложений на пороге этого события. Но так как большие события в жизни, такие как ипотека или переезд семьи в какую-то страну, планируется сильно заранее. Люди к ним готовятся. В связи с этим я хочу рассказать вам о событии, которые я вижу. Уже я начинаю получать потихоньку от моих учеников вопросы. А видите ли вы некоторые события в каком-то году? Сейчас я буду говорить о гороскопе России. Но почему я начинаю с нее? Просто потому, что в ее гороскопе я нашла это прежде всего. То есть просто случай так сложился, что именно в гороскопе России я увидела это событие. Давайте немножко промотаем вперед жизнь и посмотрим на период Раху-Марс с 26 января 2023 года до 13 февраля 2024 года. Как вы уже знаете, может быть не знаете, может быть вы новичок в астрологии, Раху и Марс это вредители. И безусловно период Раху под период Марса нас навевает на то, что период будет сложный. Марс начинает с января 2023 года работать в седьмом доме. Седьмой дом это дом войн и международных конфликтов. К сожалению, здесь Марс именно говорит о начале какой-то войны. В прошлый раз, когда Марс работал, это были чеченские войны. В этот раз посмотрим. Даже я вам скажу, что та война, которая была с Украиной в 2013 и конфликт длился дальше до 2014, оно происходило в период Раху-Сатурн. То есть опять два вредителя управляют временем, в котором произошло это событие. Сатурн, посмотрите, он только вот один тоненький дает аспект на седьмой дом. То есть он как укол маленькой булавочкой в седьмой дом гороскопа России, то есть в дом войн. А Марс расположился уже как хозяин в этом доме. Он владеет третьим домом пограничных земель и восьмым домом каких-то кризисов, каких-то непредвиденных ситуаций и так далее. Поэтому, безусловно, Марс здесь является планетой, которая создает войны. И именно это меня смущало, то, что 23-24 год это время войны. Война всегда страшна, но есть войны, которые задевают нас, а есть войны где-то там далеко в Сирии, и мы не чувствуем и не ощущаем их. Так вот, период Раху-Марс, я думаю, даст такую войну, которую мы ощутим. Давайте теперь перейдем в гороскоп, например, Беларусь. Вот он, пожалуйста, можете на него посмотреть. И сразу я пройду в соответствующий период с мая 21 года по январь 24. Помните, в России с января 23 Марс начал работать? А здесь вот немножко пораньше располагаются эти периоды. То есть уже с мая 21 начинается период Меркурий, который закончится в январе 24. И он на протяжении всего своего правления даст постепенное нагнетание ситуации. Так вот, Меркурий у нас располагается в седьмом доме. Какое совпадение, правда? В седьмом доме войн. Он тоже управляет восьмым домом. К сожалению, он ретрограден. Он находится в Накшатре Макха. Это Накшатр под управлением планеты Кету, которая в падении у нас находится в гороскопе Беларуси. И более еще того, не очень приятно, что здесь и Меркурий испытывает аспект от Раху. Он немножко сожжен солнцем. То есть Меркурий явно дает просадку во внешнеполитических отношениях. Есть здесь спасительные моменты, на которые я вот молюсь. Это сильный Юпитер, который является хозяином добрых домов. Он поддерживает Меркурий. Как бы у него здесь с Меркурием планетная война. Меркурий располагается в 1 градус 28 минут 47 секунд, а Юпитер в 2 градуса 28 минут 38 секунд. То есть между ними 1 градус и несколько секунд. Это очень близкое расположение планет. Меркурий, как вы понимаете, двигается обратно. Он ретрограден. То есть он увеличивает расстояние с Юпитером. И так как в планетной войне побеждает планета, которая имеет меньший градус, то здесь Меркурий, скажем, побеждает Юпитера. Но в общем, в любом случае Юпитер все равно дает какую-то защиту. То есть худшие ожидания могут не оправдаться, потому что Юпитер, скажем, поддерживает этот гороскоп. Тут же еще очень точно Венера соединяется со всеми этими планетами Меркурием и Юпитером в 3 градусах 43 минутах. Все это добро располагается в Накшатре Макха, которые под влиянием падающего кета. В общем, сама Накшатра не очень хороша, но вот это вот соседство добрых планет может сделать так, что Беларусь меньше пострадает от какого-то военного конфликта, чем другие страны. И в общем-то я скажу так, что гороскоп Беларуси с 25 августа 91 года, именно эта дата у меня вбита. Этот гороскоп достаточно миролюбивый. Здесь седьмой дом довольно хорош. Смотрите, здесь Венера, Ранджи Йога Карка, здесь сильное солнце, здесь Юпитер спасительный. Есть и негатив, конечно. Луна, хозяйка шестого дома конфликтов, ухудшает внешнеполитические отношения. Кстати, вот она в 29-30 году будет работать, но частично она поменяла отношения страны. Вот смотрите, с 24 января 2020 по 23 апреля 2020 действовала Луна, и Беларусь в напряженных отношениях с всеми соседями находилась. И это больше не политическое противостояние, а именно по поводу коронавируса. Помните, Беларусь не закрыла границы, а границы закрыли все соседи. Лукашенко об этом достаточно резко отзывался, и потом еще Россия помогла Беларуси тестами для определения коронавируса. Лукашенко тоже высказался, что с тестами не будем называть что. Потом оказалось, что тестами неправильно пользовались. Также седьмой дом Раху аспект портит. Безусловно, Раху здесь говорит о угрозе революции и всяких гражданских войн, которые может провести или которые может быть связаны с вмешательством со стороны каких-то иностранных государств, которые вызывают революцию в стране. Или что еще здесь? Меркурий. Как раз таки планета Меркурий это одна из триггеров, которые провоцируют плохие отношения Беларуси с зарубежными странами, соседями и так далее. Здесь тоже есть напряжение, как и в гороскопе России на этот период. Давайте посмотрим гороскоп Украины. Что он нам говорит? Сейчас в Украине идет период Юпитера, и с августа 21 по апрель 24 будет идти период Венеры. Не скрою, Венера здесь расположена отвратительно. Во-первых, она в восьмом доме. Во-вторых, она ретроградна. В-третьих, она тоже в Накшатре и Макха. Но она вместе с Юпитером, а Юпитер здесь становится показателем врагов, потому что по старшинству он шестой в гороскопе, а значит является представителем шестого дома всяких разных врагов. Юпитер у нас приграничными землями занимается, потому что он хозяин третьего дома. В общем, Венера еще сильно сожжена. Она в пятом градусе солнце в семи градусах тринадцати минутах. И здесь же идет аспект раху этого падающего. Но видите, Беларуси сильно повезло, у нее лагна другая. А если бы вся эта комбинация, которую в Беларуси в седьмом доме и говорит, в общем-то, о добрых взаимоотношениях с другими странами, вот как у Украины повернулась бы в восьмой дом, то Беларусь также трудно переживала. Каждые выборы, каждое какое-то вмешательство иностранных стран в свою страну также могла быть в очень подвешенном состоянии. Ну, в общем, Украине повезло меньше, и все это добро, которое есть в гороскопе Беларуси, у нее переместилось в восьмой дом кризисов. И каждая эта планета будет давать какой-то кризис. Поэтому Венера здесь не очень. Она в дополнительных гороскопах еще поражена Сатурном. Просто я не хочу много гороскопов вам показывать, чтобы у вас не сбивался фокус. В Украине, в общем, в этот период тоже тяжелое время. В гороскопе США что там будет в 2024 году? Кстати, не факт, что это будут именно связанные в один узел какая-то война, да, общая для всех этих стран, но все равно настораживает, согласитесь. Так вот, здесь Раху Юпитер у них идет с лета 21 по ноябрь 23. То есть третья страна, которая с лета 21 начинаются какие-то нехорошие вот эти влияния. И к 23 и к 24 году это перерастает в открытый конфликт. В общем, Раху Юпитер. Тут смена президента, это я снимала отдельное видео. Юпитер хозяин восьмого дома, разных неожиданностей. Тоже в большом скоплении планет это достаточно трудно оценить. Давайте следующий период, к чему приведет Юпитер. С ноября 23 по октябрь 26 у них долго идет период. Не факт, что весь этот период будет вот такой вот конфликтный или приносящий одно событие. Нет, это может произойти буквально за две недели, а до и после будет нормально. Ну так вот, Раху Сатурн. Что-то где-то мы это видели, правда? У России тоже Раху Сатурн был, когда она начала с Украиной конфликт и потом Раху Марс. Сатурн здесь хозяин шестого дома конфликтов, седьмого дома воин, располагается во втором доме. Вот если бы я разбирала гороскоп человека, я бы сказала, что он разведется с супругом или с супругой из-за денег. А тут я могу сказать, что какой-то, конечно, финансовый конфликт может вполне быть. И этот период тоже очень трудный для гороскопа США. В дополнительном гороскопе Д9 не буду его вам размещать, просто поверьте, Сатурн находится в соединении с хозяином седьмого дома. То есть опять Сатурн влияет на внешнеполитические отношения и приводит к конфликтам, к войнам, противостояниям и опасности вторжений. Так как в США никто не вторгается исторически, кроме как Перл-Харбор, нападение со стороны Японии. Обычно США ведет войны на чужой территории, то здесь угроза военного конфликта. Давайте гороскоп Англии. Вот он, пожалуйста, можете с ним ознакомиться. Он очень старый, этот гороскоп от января 1801 года. Как вы понимаете, хорошо себя зарекомендовал, уже много событий можно по нему проверить. Сейчас идет период Раху. Боже мой, почему так? Раха, кстати, в седьмом доме воин находится. И с декабря 20 по июнь 23 идет период Меркурия. В принципе, Меркурий хорош здесь достаточно, но только он аспект Марса испытывает. Но это больше связано, я так понимаю, с торговыми вещами, с границами. Судя по всему, с декабря 20 все равно Меркурий продолжит влиять на открытие, закрытие границ. Что у нас сейчас и происходит? В принципе, Меркурий сильно не связан с делами седьмого дома, с воинами. А вот с июня 23 по июль 24 приходит период Кету. А Кету, извините, аспектирует седьмой дом. Вот эта ось Раху-Кету, она активизируется. И здесь уже мы меньше уверены в том, что в гороскопе Англии все будет благополучно. Мы с вами не англичане, мы живем в русскоязычном пространстве. Много, кстати, у меня учеников, которые живут далеко от Европы и Азии. Например, в Австралии, в США, в Канаде. Так что я, скажем, рассуждаю с позиции человека, который живет на этой территории, которые будут затронуты конфликтом второй половины 23-го, начале 24-го. Скорее всего, именно тогда будет максимальная какая-то эскалация этой проблемы, потому что в этих гороскопах с лета 21-го начинаются первые звоночки. Будем смотреть и наблюдать за ними, потому что вот всегда очень интересно смотреть, как сбываются прогнозы. Я надеюсь, что гороскоп Беларуси максимально защитит Беларусь от негативного влияния этого периода, 23-24. И я могу сказать, что это сильно повлияет на президента страны, потому что, как вы видели в гороскопе, седьмой дом содержит в себе солнце, содержит в себе влияние десятого дома, и Меркурий, как хозяин восьмого дома, вполне может повлиять на дела президента. Но все-таки в окружении добрых планет, я надеюсь, это не даст тех разрушительных результатов, которые были, например, с Беларусью во время Второй мировой войны, во время других каких-то исторических событий, когда Беларусь становилась буфером для первого удара в любом таком крупном конфликте. В России нет уже таких благоприятных аспектов, поэтому у России будет ярче, у Украины тоже достаточно ярко это будет проявляться. Я не утверждаю, мы не можем сейчас по гороскопу увидеть, кто из них источник этого конфликта, кто из них там жертва, кто преследователь и так далее. Мы просто должны иметь в виду, что это событие может повлиять на наши жизни в 23-24 году. Мы должны держать руку на пульсе и попробовать защищать наши семьи от неблагоприятных периодов. Вот такое невесёлое видео, но это часть нашей жизни и вообще, как вы можете заметить, на моем канале много прогнозов негативных событий. Дело в том, что мунданная астрология, а именно ее приверженцем я являюсь, большей частью занимаюсь в творческом ключе мунданной астрологии. Конечно, клиенты просят личный гороскоп, но в любом случае мунданная астрология это часто про какие-то яркие негативные события. Они происходят чуть чаще, чем на крупные достижения. Открытие, получение Нобелевской премии кем-то из граждан страны, проведение Олимпиады. То есть таких развлекательных и ярких моментов их меньше, чем, например, вот кризисов, эпидемий и прочего негатива. Поэтому, с одной стороны, это обусловлено самим характером предмета, который я рассматриваю, и частично, конечно, моим характером. Но в этом мире очень много астрологов, которые говорят только про хорошее, избегают негатива, как будто бы этого нет в жизни. Я считаю, негатив учит нас ценить сегодняшний момент. И я всем своим клиентам, например, и сама себе говорю, что если сейчас ничего сильно не болит и все живы и здоровы, нужно сегодня быть благодарным жизни, наслаждаться жизнью, запоминать эти счастливые годы, которые, может быть, потом придется вспоминать, как-то себя поддерживать, как было классно, чтобы переждать негативный период и не потерять какой-то оптимизм. И это очень важно ценить сегодняшний момент, потому что многие от астролога ждут предсказания фейерверка счастья, радости впереди. И я замечаю, что те клиенты, которые получают позитивные предсказания, когда есть база в гороскопе для этого, то есть я от человека не скрою период счастья и какого-то возвышения, рождения детей, счастливого замужества и так далее. Но много людей, у которых впереди, например, какие-то проблемы. И им очень трудно это принять, то есть они сразу идут в отказ. Но это часть нашей жизни, то есть мы должны понимать, что из девяти планет пять вредителей, учитывая то, что, например, добрые планеты все хорошо расположены, ни одна не сожжена, не оказалась хозяином восьмого, они ретроградны. То есть уже даже изначальные базовые данные о количестве планет и их характере говорят о том, что негатива может быть чуть-чуть больше, чем позитива. Ну, по крайней мере, в хорошем гороскопе счастья будет, конечно, больше, но негатив тоже будет оставаться. И нельзя закрывать глаза на эту сторону жизни, она тоже чему-то нас учит. На этой философской ноте я заканчиваю. Безусловно, приглашаю вас в свою школу. У нас 21 июня 2020 года день рождения школы. И мы традиционно делаем распродажу курсов минус 20% на цену старую, того курса, который вас заинтересует. Если вы смотрите это видео позже, то, безусловно, уже следующий день рождения будет таким же традиционно скидочным и традиционно приятным для того, чтобы купить чуть дешевле то, что нравится. С вами была Татьяна Калинина и увидимся в новых видео. Всем пока-пока!